Главных тем для обсуждения две. Одна из них, конечно, это внутренний туризм. Как отметили на совещании, россияне пересмотрели предпочтения для отдыха и выбирают отечественные курорты. На это повлиял ряд факторов. В частности, сложная политическая обстановка в мире, высокий курс иностранных валют, террористические угрозы и, в частности, что касается Сочи, повышается качество сервиса. В прошлом году внутренний туризм вырос на 20%. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в наступившем 2016 году. Очень активно идет подготовка к высокому туристскому сезону. Очень активно в настоящее время идет бронирование турпродуктов. Достаточно сказать, что в высоком туристском сезоне, например, все забронировано уже на Камчатке. Для Сочи, как и для всех городов, которые живут за счет туризма, это очень хорошо. Чем больше туристов, тем больше пополняется бюджет, а соответственно, у города будут появляться дополнительные ресурсы, в том числе и на развитие социальных программ. Как отмечают участники Конгресса, курорт имеет массу дополнительных возможностей для привлечения туристов. Это и бальнеология, эко- и оздоровительный туризм. То есть, фактически, туроператоры говорили о развитии круглогодичных услуг. И у пляжного отдыха в Сочи есть резерв. Например, Лазаревский район. Почему бы не развивать Лазаревский внутригородской округ города Сочи? Там и перспективы хорошие, и море нормальное, и отдыхающим ближе ехать, на поезде раньше выходить. Поэтому, я думаю, те усилия мэра Сочи, которые он прилагает, те предложения, которые он вносит, мы всячески будем поддерживать. Говорили на Конгрессе и о стоимости пассажирских перевозок. Сегодня в турпродукте 40% от цены – это дорога. Над решением этого вопроса бьются и Ростуризм, и сами туроператоры. Что касается последних, то уже в этом году в направлении Сочи будут курсировать чартерные поезда, которые отчасти сэкономят бюджет отдыхающих. Конгресс первый. Обоюдных вопросов как у туроператоров, так и у властей накопилось много. Поэтому, скорее всего, такой формат общения станет ежегодным. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.